роман добрый день сегодня мы с вами поговорим о вашей книге роман с data science ваша книга об анализе именно больших данных и как с ними работать вот для какой аудитории рассчитана эта книга ну если честно на даже не совсем про большие данные хоть я там наверное честно сказать что с большими данными последние там восемь лет работал я хотел назвать просто как монетизировать данные на то есть она не все-таки не не совсем можно по большим данным там знаю страничек 10 ну да там есть у вас раздел такой а вот на какую аудиторию на больше ориентирована потому что когда я читала книгу я поняла что и менеджер может ее прочитать и к владелец бизнеса то есть она на широкий круг читателей да да то есть у нее постепенно постепенно усложняет у идет сложность повышается там дома например какого-то глава про машина обучения и а потом она опять падает сложность там где про карьеру про этику данных рассказывать про этику данных вообще я очень мало кто пишет как-то я людям когда говорю что я проект написал спецы крутили виска потому что но пока пока тут все дикое дикий рынок такой а этика данных она характерна для западного рынка то есть пока это пусто пустая ниша но я если честно я я нашел даже я смотрю когда книги по машинам обучения если нашел книгу там одного довольно известного человека ему даже в комментариях написали вот вы конечно там людям все продаете а почему вы там я не увидел главу про этику данных ну то есть в принципе у людей запрос такой и он есть и на государственном уровне но она она в европе на на это самое развитое сейчас это вот в связи со сведением закон gtpr он довольно такой как ли очень прогрессивный закон то есть я даже их посравнивал там наши американские gtpr очень прогрессивная вещь и это большой шаг вперед а вот в чем вот особенности этой этики данных они защищают клиента или например владельца кто предоставляет данные я думаю тут про этику ну как бы можно долго говорить они скорее защищают ну как бы персональю если выразиться потому что разные законы разные там компания поднимают под персональными данными разные вещи у нас например по законам понимается там имя фамилия ну то есть вот этот какой-то пул данных по которым можно однозначно дефицировать человека то gtpr они пошли дальше они объявили даже явные данные в том числе ваши там айпи адреса там или какие-то действия на сайте тоже ну как бы данными которые будут защищаться закона то есть тут все таки о персоналиях а если вернуться к вашей книге вот вы больше говорите про в том числе и монетизацию данных а при каких условиях вообще на возможно ну смотрите тут такая есть игра да напрямую ну как бы все думают что от монетизация я сейчас возьму свои данные их продам это так не работает ну где-то может быть работает но скоро это прикупную лавочку довольно сильно прикрывать но именно на государственном уровне я прямо под монетизации данных подразумевая принятие правильных решений на основе этих данных то есть вот для меня это монетизация то есть у вас есть какой-то ресурс он многих там как-то слабо используется но если вы используете сильнее вы будете принимать более правильные решения внутри компании там или внутри там каких-то исследований и соответственно вы будете получать больше каких-то ли вам будет легче достичь ваших целей или понять почему вы их не достигаете тут надо скорее об этом а ну у вас там приводится пример например с покупкой ну покупками клиентов на сайте то есть только там один из 100 клиентов купит например товар да а если заняться как раз разбором этих данных то можно привлечь и большую клиентуру да к себе да да ну вот когда вот такой подход дата дата ориентирован а вот вы в своей биографии у вас указано что вы большой срок проработали в озоне в том числе вот когда вы начинали там работать вот вообще понятие работы с данными уже было в россии или еще как-то это все хаотично было так скажем или неизвестно ну почему было тогда она существовали уже там компании яндекс рамбля понимаете в какой-то мере мы с данными работали даже вот не знаю самый лучший пример это нашел школьные даже лабораторные работы по физике это вот классический на самом деле это сами задача вы смотрите какой-то процесс потом строите точки а потом начинаете подгонять их под кривую как обычно да тогда тогда я могу сказать ну может там не было каких-то красивых названий там больше это математическая статистика более такие продвинутый пакет то есть это была более узкая узкая ниша тогда чем сейчас также вот у вас там начале книги приводится такое понятие с работой в работе с данными как аналитический паралич а чем он опасен и вообще часто ли с ним сталкиваются в работе именно с данными как-то в профессиональной сфере ну аналитический паралич возникает тогда когда ты не можешь принять решение просто потому что у тебя нет чувства того что ты смог получить ответы на все вопросы или данных достаточно это проблема потому что она тормозит решение соответственно тормозит и развитие компании поэтому при это это не я на самом деле придумал как бы у меня вот в голове возникло термин а когда потом искал его есть есть такой термин тоже и западной литературе помножили российский кто-то то есть когда мы входим в какой-то ступор и не можем принять решение бывают ну объективные вещи и бывают необъективные но вот нужно стремиться к тому чтобы принимать решение у решения тоже есть не знаю какая-то своевременность и их нужно уметь принимать довольно быстро ну можно же избежать вообще вот этого паралича и всегда действовать вовремя нет я не верю в идеальных ситуаций не бывает я не верю а тогда с чего начать анализ этих данных чтобы вообще разобраться как направить работу да вот мне в свое время цитата бизнеса понравилось что не нужно ждать всех данных чтобы принять решение ну там например любит 90 процентов там ждать или счетом ну как в анализе экспериментов бывает достаточно 70 процентов будут тогда просто больше решений примите ну за единицу времени то есть тут тут какая-то вот такой подход потому что считать данные некоторым серебряной пулей наверное неправильно они отнюдь не все объясняют ну как бы наука наука это одно а жизнь это другое и жизнь бывает часто посложнее но это как вот не знаю спор между теоретиками практики то есть практики не в том своя аргументация а вот если компания которая напрямую не связана например исключительно там с программированием или только с данными вот например какая-нибудь компания по продаже товаров да им же тоже требуется анализ этих данных работа с ними и руководителем может быть такого более взрослого звена которые в свое время не сталкивались данными они думают что любой сотрудник может этим заняться или все-таки для работы с данными нужен специальный человек штате или может быть на удаленке как при правильнее сделать но смотря чем заниматься потому что с данными тоже я считаю так что базово люди принимающие решения какие-то навыки обязаны иметь но пусть там никакого-то там программа продвинутого программирования но хотя бы уметь там пользоваться их ними же системами так они просто будут решением быстрее принимать потому что они не будут пользоваться услугами посредника в целом я за то что вы даже там гуманитарии шли туда то есть какие-то базовые вещи понимали и делали потому что в анализе данных важно понимать что стоит за этими цифрами понимает их конкретные цифры точнее конкретные люди которые имеют конкретными какими-то вещами они понимают какие там события происходили какие принципы стоят там за определенными явлениями и поэтому им необходимо ну вот как бы не не одну некоторую базу иметь просто и все а вот более какие-то сложные вещи там какие-то модели там не знаю складе ну как в общем с айти с айти штыми штуками связано это конечно уже специалистов нужно но в принципе айтишную часть можно отсорсить довольно неплохо то есть какие-то части более аналитические можно оставить в компании а часть какую-то компьютеризированную так скажем программную оставить на аутсорсе да а тогда вот у руководителей таких еще возникает вопрос а как отследить работу сотрудника который работает с данными как поставить правильно задачи потому что объект работы он же такой так скажем не физически его не потрогать не проверить на бумагах но я как бы в книге описал довольно в первых главах еще как ставить задачи как их проверять но в целом не знаю важно людям сообщать всю информацию когда вы хотите какую задачу решить это в любых задач почему собственно говорят задача была поставлена кто ее ставит в каком-то виде нужен результат сколько времени есть там на на получение этого результата то есть у меня даже там полностью привел сравнение там хорошей задачи и постановка плохой задачи это очень важные факторы они как бы ну вроде бы мелочь но они очень влияют как бы на работу но и в принципе на мотивацию даже сотрудников но у вас вот в книге очень подробно описано и как-то все равно склоняетесь вы к этому что сейчас это перспективная такая сфера работы с данными она будет развиваться а например молодому специалисту как вот начать карьеру найти работу правильно и не может быть не перегореть начав работать в этой сфере ну вопросов сейчас слишком много прозвучал ну в общем как как начать но утра разные есть вещи если ты студент это одно если ты человек который работает на работе это другое но если студент я бы рекомендовал где-нибудь стажировку искать пусть даже почти бесплатно ну просто чтобы в резюме что-то уже написать потому что конечно без опыта довольно сложно попасть но перед этим может там пару курсов пройти каких-нибудь там я их рекомендую тоже свои книги ну если это машин обучение связано например для людей которые уже работают ну им нужно понимаете вы в идеале если они используя как-то анализ данных смогут делать больше что-то и лучше на текущей своей позиции наверное это самая идеальная ситуация будет потому что они как бы знают все про свою специальность там не знаю это может быть даже медицина например то им необходимо просто ну какие-то там базовые понятия подтянуть и они уже это анализ данных на самом деле это просто инструмент все это не больше не меньше то есть решение за вас он принимать не будет он вам только просто поможет их ну наверное делать лучше все ну вот по вашему опыту когда получается что уже задачи кончились в этой сфере работы то лучше конечно сотруднику сменить место своей деятельности чтобы не топтаться на месте именно в этой сфере работы с данными то есть как-то развивать эту сферу дальше ну это так давайте еще раз я сейчас не поймал мысль ну вот вы на своем опыте приводите пример что когда уже например в работе с данными добился какой-то человек задачи например и уже понимает что дальше он делает работу автоматически так скажем то есть не получает каких-то новых навыков возможно что ему уже стоит сменить сферу деятельности может быть попробовать как-то расширить свою работу в этой сфере то есть так и есть то есть не обязательно же при работе в сфере именно анализа там или работы с данными оставаться на одном месте работы я не знаю я тут не сложно сказать я с другой стороны работал это наверное человек из-за чего он хочет но мне кажется он просто быстрее там как только карьерной лестнице скорее всего пойдет например сейчас вот директору по маркетингу в цифрах нужно очень хорошо разбираться вообще вот кто с маркетингом работает особенно с так называемым перформансом то есть там где мы там где мы делаем ну у нас такая оптимизация дима очень много решений всех принимаем и у нас есть цифры хорошие но поток цифр даже там того там нужно очень хорошо разбираться где-то наверное меньше но например вспомним там вот статьи да научными связанные вот с вакциной от ковида да помните там критики там так далее вот статистически статистик и так далее вот медицина очень там четко вот эти вещи например прописаны там и вообще многое что из медицины кстати пришло вот в анализ данных вот у меня вот есть глава про анализ эксперимента вот как раз очень много что из медицины пришло то есть именно проверка вот тестирование разных лекарств или вакцин а если давайте вот обратимся еще к вашей клике у вас здесь представлены qr-коды всякие переходя по ним там какая-то дополнительная информация или может какие-то практические кейсы есть что для читателя будет важно там но для меня это было принципиально потому что я привык что в научных статьях которые например я читал есть хорошие ссылки и в хороших книгах тоже они есть ну то есть это не просто там из головы взял какую-то подтверждающую или расширяющую информацию например я говорю там про какую-то книгу какого-то автора я на него ссылаюсь и я хочу чтобы пользователям ну людям которые читают было удобно это все делать поэтому я сделал qr-коды причем здесь тоже инновация такая что коды в основном ссылаются не на книги а на интернет ресурсы а интернет-ресурсы иногда выпадают как бы из пула ну пропадают страницы да да нужно менять поэтому я решил это сделать там через свой сайт там специально директором ну и плюс еще я также отслеживаю статистику и на самом деле смотрю например как много как у главу даже читают можно по источникам пределить благодаря этому понятно там следующему здание к у главу там остатки может убрать и какая же глава самая я пока не знаю я просто вижу что люди там чуть пользуются а вы планируете какое-то продолжение книги может быть больше в этику как раз таки данных у тебя о чем мы говорили я думаю нет у меня вот пока нет такого ощущения я на самом деле могу по каждой главе написать отдельную книгу но мне кажется она не получит широкого такого распространения поэтому я решил такую мини энциклопедию просто написать то есть как вводная часть для людей причем мне это удалось сделать без единой строчки кода и в этой книге всего лишь пять-шесть форму но в отличие от любой другой книги по дата-сайенсу где вас сразу завалят кучей кода и и большим количеством формул ну я считаю что например менеджера можно пока без этого обойтись ну как бы есть вот пока р-кода можно пройти посмотреть да все эти формулы так далее но вот этот необходимый как бы теоретический минимум до работы в этой области то есть если человек например хорошо знает эту книгу и я его буду собеседовать то я могу даже такую нормальную даже позицию взять ну особенно если он программирует он умеет то есть я писал эту книгу как для себя ну у меня один из таких последних вопросов вот смотрите если здесь дается некий базис в этой книге потому что действительно когда я сама изучала когда подступала книги я думала что там будет действительно формула я сейчас окопаюсь в этом программировании действительно там более такая теоретическая база дается то есть даже если к вам придет специалист устраиваться ему не обязательно уметь именно вот программировать кодить как это называется то есть он может иметь хорошую базу теоретику в работе с данными и именно делать такой анализ без компьютерных каких-то навыков серьезных уметь программировать это тоже ключевые уметь программировать но вот то с чем я работаю уметь программировать это прям очень важно очень важно но у меня тоже были когда-то позиции то есть не на последний компании который там я соосновательным являл являлся на так правильно сказать у меня были такие позиции где такое программирование конечно не требовалось и если человек очень хорошо в этом разбирается вот во всем остальном то это ну как бы почему нет это же это и есть аналитическая позиция анализ от сопоставления явлений и данных роман что бы вы пожелали читателям которые только решили открыть и прочитать вашу книгу знаете для меня как для любого не знаю человека которого инвестирует в образование потому что на этой книге я на самом деле ничего не абсолютно не заработано правда для меня даже был упуток что потратил очень много времени для меня важно если люди смогут принять хотя бы пять процентов знаний из нее и тогда ну как бы она принесет пользу и поэтому на в таком стиле собственно говоря писала чтобы было читать легко ну то есть я каким-то с этого каким-то с хорошим стандартам там не знаю американских книг которые я читала которые мне очень понравились ну вот максимально вот работал шла в легкости восприятия материала хорошо спасибо большое роман за диалог спасибо полина